Более 100 лауреатов и 26 победителей. Надежных партнеров энергокомпания определила по пяти номинациям. Промышленные потребители, бюджетные потребители, сельскохозяйственные предприятия, предприятия бизнеса и сферы ЖКХ. Именно благодаря вам и другим, конечно, абонентам, которые производят оплату своевременной тепловой энергии, нам удалось пройти отопительный сезон безбород. Основной критерий отбора конкурсантов – полное выполнение условий договора в 2016 году. Для большинства победителей вручение награды стало приятным сюрпризом. За выполнение своих обязательств еще награждаю, но подумав, все-таки поняла, что это, наверное, правильно. У меня одна из самых больших поликлиник в Приморском крае. И представляете, что будет, если 10 минут не будет в поликлинике света. Больницы, библиотеки, спортивные школы, представители бизнеса. Поощрение всех партнеров, которые своевременно и в полном объеме выполняют оплату за электроэнергию и тепло, компания ДГК считает очень важным этапом сотрудничества. Потому что именно от этого, по большому счету, зависит теплоснабжение потребителей. Своевременная оплата – это своевременный ремонт, это надежная эксплуатация, это надежный вход в зиму, это надежная работа оборудования. А необходимую информацию о работе энергокомпании потребителям доносят средства массовой информации. Свою награду за качественное и плодотворное сотрудничество с ДГК получил и 8 канал. Я думаю, что это важно не только для такого стратегического предприятия, как АО «ДГК», но и для СМИ. Потому как мы действительно налаживаем диалог между населением и между энергетиками. Это важно и интересно для населения, прежде всего, для кого мы и работаем. Ну и, конечно, это такие предприятия, с которыми необходимо работать и взаимодействовать, что называется, и в горе, и в радости. Акция «Надежный партнер» проводится дальневосточными энергетиками уже в третий раз. В прошлом году победителями конкурса по итогам 2015 года стали 25 компаний, а еще 42 организации и предприятия удостоились звания лауреата. Анна Бережная, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.